Статистика употребляющих наркотики год от года продолжает пугать. 8,5 миллионов россиян регулярно или эпизодически употребляют наркотики. Тех, кто пробовал их хотя бы раз в жизни, 18 миллионов человек. День борьбы с наркозависимостью в очередной раз обращает внимание общественности на чумун 21 века, от которой в нашей стране ежегодно погибает 40 тысяч человек. И это только по официальным данным. Ситуация с наркоманией в Терском регионе остается напряженной. На учете в наркодиспансере стоит более 2000 наркозависимых, а их общее число в десятки раз больше. За 5 месяцев текущего года нами изъято незаконного оборота 196 килограмм наркотических средств. Хочу отметить, это 191 килограмм марихуаны и свыше 4 килограмм героина. Привлечено к административной ответственности 250 человек, употребивших наркотики без назначения врача. В настоящее время в суд направлено 121 уголовное дело и нами задокументировано 370 преступлений. Человек, употребляющий наркотики, с каждым годом становится все моложе, утверждает в госнаркоконтроле. В Тверской области средний возраст тех, кто приобщается к зелию 15 лет. На учете в наркодиспансере стоит 6 подростков до 14 лет и 32 подростка в возрасте 15 и 17 лет. Наркомания – это хроническое заболевание. В этом случае надо понимать, что выздоровления такого понятия практически не существует. Да, есть понятие улучшения и когда человек прекращает употреблять наркотики. Но вот эти вот периоды улучшения, они могут длиться разное количество времени. От нескольких месяцев до нескольких десятилетий, вплоть до конца естественной жизни человека. Да, поэтому отказаться от употребления наркотиков есть шанс у каждого человека, кто сталкивается с этой проблемой. По потреблению таких наркотиков, как героин, Россия занимает одно из первых мест в мире. Кроме того, в нашей стране производят 5% всех опиатов. И подпольный бизнес только расширяется. Практика показывает, что производство наркотиков с миллионным оборотом можно наладить даже в гараже. В наркобизнесе действует обратный закон рынка. Пока есть товар, на него будет и спрос. Хочу отметить, задокументированно 9 притонов. Это на 60% притонов меньше, чем в прошлом году. Понижение по выявлению наркопритонов связано с тем, что, вы знаете, в том году вступило в силу постановление правительства, где все кодинные содержащие препараты теперь по рецептам. И поэтому резко снизилось именно изготовление наркотиков из кодинных содержащих препаратов. Принято считать, что один наркозависимый может посадить на иглу до четырех своих знакомых. В этом свете одно из последних предложений объявить амнистию осужденным наркозависимым звучит по меньшей мере странно. Специалисты, предложившие это, руководствуются тем, что чем больше наркоман просидел в тюрьме, тем хуже он контролирует свою дозу. Но при этом никто почему-то о здоровых людях не подумал. Марина Истрати, Андрей Шибаев, Рентовая пилот.